Бразилия, гигант Латинской Америки. 8,5 миллионов квадратных километров. Восьмое место в мире по уровню экономического развития. Когда-то сплошь аграрная, Бразилия и сегодня страна стремительно растущей промышленности и городов. Рио-де-Жанейро столица культуры, Сан-Пауло столица экономики, Бразилия столица государства. 130 миллионов жителей. Впервые в истории наших стран Жозе Сарне, президент Федеративной Республики Бразилии, посетил Советский Союз. Гость Президиума Верховного Совета СССР, советского правительства, наш гость. В аэропорту Внуково президента Бразилии встречали член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР Шеварнадзе, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР Лукьянов и другие официальные лица. В честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Торжественная церемония встречи. Торжественная церемония Торжественная церемония В тот же день в Георгиевском зале Кремля генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев с супругой тепло приветствовали президента Бразилии Жозе Сарнея с супругой. С момента прихода к власти в Бразилии демократического правительства президента Жозе Сарнея наши страны взяли курс на расширение и укрепление двусторонних отношений. И этот визит президента Бразилии в нашу страну стал как бы итогом длительной работы. Оба руководителя обменивались посланиями и письмами, знакомились с позицией партнера по внутренней и внешней политике. Это первая личная встреча. В Бразилии сейчас вечное жаркое лето. У нас золотая осень. Унылая пора отчей очарования. Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы увядания, В багрецы золото одетые леса, В их сенях ветра шум и свежее дыхание, И мглой волнистую покрыты небеса, И редкий солнца луч, И первые морозы, И отдаленные седой зимы угрозы. Так писал об этом времени года великий русский поэт Александр Пушкин, памятник которому установлен на одной из площадей Москвы. Кремль. Здесь каждый камень, Каждое здание история. Колокольня Ивана Великого, Успенский собор, Царь-колокол, Царь-пушка. Михаил Сергеевич Горбачев и Жозе Сарней осмотрели достопримечательности Кремля. На соборной площади состоялась теплая встреча с советскими людьми. Эта непринужденная, искренняя беседа в первый день визита стала своеобразным прологом ко всему пребыванию президента Бразилии в нашей стране. У нас большое счастье быть здесь вместе с всемирно известным лидером, господином Горбачевым, который так много работает во имя мира. У нас это не принято так говорить. У нас больше самокритики. У нас больше самокритики. Господин президент олицетворяет сегодняшний прогресс во всех сферах жизни, которые производят в современной Новой Бразилии. И я поздравляю вас вместе с нашими гражданами с принятием Конституции. Я надеюсь, что мы сейчас открываем новые границы в отношениях между Советским Союзом и Бразилией. И я несу вам дружбу бразильского народа. И я хочу оставить вас в присутствии вашего президента, господина Горбачева. Второй день визита. Михаил Сергеевич Горбачев и президент Бразилии Жозе Сарней. Важнейшие, как считают международные обозреватели, встреча двух лидеров, двух руководителей, представляющих мир социализма с одной стороны и третий мир, мир развивающихся стран с другой. Жозе Сарней передал Михаилу Сергеевичу свою только что вышедшую на русском языке книгу «Легенда о Вороном Канье». Сарны известный в Бразилии литератор. И книга его о простых бразильцах, окружающих писателей с детства, о крестьянах и, конечно, о любви. Без любви, говорят в Бразилии, нет добрых дел. Без добрых дел нет сближения. Эта книга на русском языке еще один шаг навстречу. За этим столом шел разговор о внутренней и внешней политике Советского Союза и Бразилии. Важное место в программе пребывания президента Бразилии и его супруги в Советском Союзе занимала культурная программа – знакомство с главными центрами культуры нашей страны. Жена президента Бразилии Марли Массейра Сарней ознакомилась с Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина, одним из крупнейших музеев мира. В нем хранятся коллекции произведений искусства, созданные в глубокой древности и в наши дни. Картина, написанная мастерами-живописцами Италии, Нидерландов, Германии, Голландии, Фландрии, Испании, Англии, Франции, США. Музей был создан на народные средства. Музей, как культурный центр, сыграл важную роль в художественном развитии нашего общества. Кремлевский дворец съезда. Президент Бразилии Жозе Сарней с супругой на балете Минкуса Дон Кихот. Кремлевское маун commeal Кремлевское маун Восторг вının